Привет всем моим друзьям! Сегодня собираюсь в поездку в долгожданную на три месяца и решил сделать небольшой такой обзор средств для защиты от медведя. Мы очень боимся медведей, хотя в дикой природе медведя мы видели всего один раз и то вдалеке, но тем не менее, там где мы ездим, их хватает. Значит, что мы с собой берем для защиты от медведя? Ружья у нас нет, поскольку с ружьем это полный геморрой. Хотел я этим вопросом заняться, но нахождение в лесных угодьях с ружьем, даже если оно в багажнике, приравнивается к охоте. А, соответственно, практически все лето охота запрещена. И, ну, ружье, в общем, нереально с собой возить, катать, сплошной геморрой. Значит, что у нас имеется? Сигнал охотника. Вот, значит, такое пусковое устройство и такое одинарное, да, это двойное. Я, конечно, не буду сейчас испытывать, показывать, да. Вот такие, значит, к нему идут сигнальные ракетницы. Назовем их так. Сюда ввинчивается, Взводится пусковое устройство это, бабахает, и ракета летит. Раздается громкий хлопок. Ну, это вот такие сигнальные ракеты, да. А есть еще вот гром, называется. Очень громко бабахает. Как будто из пушки закладывает даже уши. Вот. Сигнал охотника. Потом фальшфайеры. Или же фальшфейеры, как их правильно назвать, не знаю. Возим с собой также фальшфейеры. То есть, как он работает. Выворачивается пробка. Здесь вот такая чека. Она выдергивается, вылетает пламя. У меня фальшфейеры все красного огня. Красное пламя такое. Очень яркое. Вроде как эффективное. Также есть у меня пару сигнальных ракет. Их я, правда, никогда не испытывал. Ну, это почти как сигнал охотника, только помощнее, да, гораздо. Летит ракета, сопровождает все это громким свистом. Также возим с собой вот такие баллоны антизверь отечественного производства. Такой есть и такой. Поменьше. Ну, перцовый газ там. Написано, что расстояние, безветренную погоду этой струи не менее 8 метров. Написано так же, что эффективно в 92% случая. Не знаю, как они высчитывали эти проценты. Вот. Ну, вот такое, значит. И еще есть у нас электрошокер самого мощного класса, первого класса. Вот. Электрошокер как бы ну, так уже, если медведь полезет, так сказать, в машину, долбануть его как последний вариант электротоком. Вот такой вот у меня в виде дубинки. Он длинный. электрошокер купил потому, что встретил видео, когда в цирке на дрессировщика напал медведь и они тоже его там нейтрализовали электрошокером в шею. Там, правда, был поменьше размером электрошокер, но тем не менее. Вот решил приобрести тоже как на самый последний вариант уже обороняться от него в машине. Ну, электрошокер могу показать, как работает. Как-то так. Вот. Ну, вот такой небольшой обзор средств защиты от медведя. Надеюсь, мы с ними встречаться не будем. Надеюсь, что это нам никогда не пригодится. Ну, ладно. Всем до свидания. Смотрите канал. Подписывайтесь на наш канал. Будет очень много интересных видео. Из нашей поездки планируем длительную поездку до середины сентября, с начала июня. То есть, не менее трех месяцев мы будем жить и путешествовать по рекам и озерам Карелии и Мурманской области. Ну, все. Я прощаюсь. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...